Распространенный стереотип. Если год, то обязательно в мрачных декорациях. Екатерина среди паутины и черепов только потому, что мы ее попросили. Да, она год, а еще жена, мама и предприниматель. Мы встретились в готическом кафе. Девушка рассказывает, для нее субкультура – это прежде всего самовыражение через творчество. Я искала единомышленников, у меня была прямо вот эта мысль, что я хочу стать рок-звездой. И я грезила этим. Мне хотелось найти хороших музыкантов. К 15 годам у меня уже была группа, я уже выступала. Было очень много классных возможностей, которые эта субкультура подарила мне. Это позволило путешествовать, выступать по радио, знакомиться с безумным количеством людей, потому что люди в субкультуре очень друг к другу хорошо относятся. А дальше первые песни, музыкальные альбомы, гастроли, тур по Восточной Европе. Их группе уже 20 лет. Из простого увлечения родилась целая индустрия. Вместе с мужем они создали готический музыкальный фестиваль. Да, у каждого поколения своя субкультура. И к ней можно относиться по-разному. Восхищаться, удивляться, отрицать. Но рано или поздно представители этих субкультур устроятся на работу, заведут семью и будут воспитывать своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok